На курорте проживают более 10 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Это не считая приезжих на отдых инвалидов. Она по поправу считается городом безбарьерной среды и на сегодняшний день является самым популярным российским морским курортом для инклюзивного туризма. Практически все пешеходные зоны оборудованы пандусами и пологими скатами. Тактильная плитка на тротуарах, выделенные полосы для движения колясочников, а также специальные парковочные места и звуковые светофоры. В этом году было приобретено 35 комплектов оборудования «Говорящий город». Это система автоинформирования об остановках на маршрутах. Пляжи оборудованы деревянными дорожками до самого моря. Доступная инфраструктура в социальных объектах, в том числе учебных заведениях и домах культуры. В этом году по просьбе Совета инвалидов были демонтированы бордюры, препятствующие подъезду колясочников Дома культуры молодежи. В детской школе искусств номер 3 устроены пандус, уложена тактильная плитка, произведены замены входной двери, ограждающие лестницы и крыльца, установлены кнопка вызова, информационное табло, звуковые маяки, тактильные таблички, бегущая строка. Всего на сумму 560 тысяч рублей. В центральной библиотеке устроены 4 пандуса на входе, произведены замены плиточного покрытия и тактильной плитки. В Анапе для людей с ограниченными возможностями здоровья нет барьеров и в социальной, и в творческой жизни. Коллективы выступают на городских сценах, получают звания народных. В этом году такими стал клуб эстетического развития «Дорога добра», творческое объединение «Открытые сердца» и клуб спортивных танцев на колясках «Эриданс». Работа по формированию доступной среды ведется в каждой отрасли, причем в тесном взаимодействии с самими инвалидами. Хочу сказать, что на нас стали обращать внимание, нас стали слышать, то есть положительные сдвиги видно, приятно, что находим взаимодействие, и с ЖКХ находим взаимодействие, и за здравоохранением находим взаимодействие. Понятно, что финансирование маленькое, мы тоже все это понимаем, и все идут на уступки оказания услуг, хотя бы услуг, чтобы мы могли пользоваться всем. То есть мы видим, к нам, наша администрация к нам повернулась. То есть нам это очень приятно, и я надеюсь на дальнейшее сотрудничество. А дальнейшее сотрудничество обещает быть еще более плодотворным. Вопрос формирования доступной среды на личном контроле у главы города Юрия Полякова. По его указанию на центральной набережной реконструируют пандусы и установят перила для большего удобства маломобильных граждан. Серьезный фронт работы намечен и на следующий год. Нам надо проработать вопрос транспортной инфраструктуры и доступности. Это низкопольные автобусы, это возможность подъезжать их к нашим остановкам, которые пока не оборудованы. Это аудиосопровождение, так называемый «говорящий город». Есть определенные проблемы, с которыми мы тоже сталкиваемся. Это начиная от простого элементарного общения, сферы обслуживания, закачивая достаточно глобальными, серьезными системными проблемами, которые зависят порой не всегда от нас, от муниципалитета, но тем не менее, вместе, сообща, эти проблемы нам нужно решать уже сейчас, делая определенные заделы на 2018 год. Конечно, сделать все и сразу невозможно, но постепенно, даже маленькими шагами, можно добиться больших результатов. Участники совещания подвели итоги года и наметили новые приоритетные направления, работа по которым уже началась. Руслан Душевский, Анапа регион.